По мнению азербайджанского аналитика, из-за позиции Армении практически все вопросы армяно-азербайджанской повестки остаются нерешенными. Вся суть заявлений Никола Пашиняна заключается в том, что руководство Армении пытается увязать все вопросы, а именно вопросы коммуникации, делимитации и демаркации, а также и мирного договора с темой статуса. В Азербайджане отождествляют инициирование этой темы с территориальной претензией и блокируют эти вопросы, поделился политолог Фархад Мамедов. По словам эксперта, данная проблема приводит к тому, что отсутствует прогресс по принятию решений как по границе и коммуникациям, так и по мирному договору. Не исполняются пункты заявлений, которые уже приняты. И в основном это пункты от 10 ноября 2020 года. Это все приводит к тому, что не формируется мирная повестка между странами, а если нет этой повестки, то есть большая вероятность эскалации, как в зоне временного пребывания миротворческих сил России, так и на границе. Мамедов также добавил, что в недавнем заявлении президента Азербайджана в Кель-Баджаре Ильхам Алиев сформулировал мысли о том, что Азербайджан не будет долго ждать. И предложения Баку на столе не будут вечно. Если Армения не будет признавать территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан не будет этого делать, и есть места на границе, где вооруженные силы Азербайджана может уточнять свою границу. В этом отношении следующий конфликт может быть не Карабахским конфликтом, а Зангизурским конфликтом. Логически, можно предположить это, поскольку действия будут идти на территории западного Зангизура. Резюмировал политолог Фархад Мамедов. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.